Расскажите, почему мировое сообщество позволило Гитлеру так легко занять Чехословакию? Чтобы ответить на вопрос о происхождении Второй мировой войны, о происхождении власти нацистов, о том страшном сценарии, который был воплощен в жизнь, мы должны вспомнить несколько вещей. Первое. По итогам Первой мировой войны все крупные державы, находившиеся в Европе, были поделены на части. И появились такие государства, как Чехословакия, которых не было, появилась вновь Польша и так далее. То есть вместо нескольких крупных империй победители нарезали Европу как лоскутное одеяло. Это первое. Второе. Германия была абсолютно разоружена. Стотысячный рейхсвер, отсутствие тяжелого вооружения, флота, танков, ничего у немцев не было. Вопрос. Как можно было допустить, чтобы немцы все это построили? В любой момент можно было, согласно Версальскому договору, ввести войска на территорию Германии и прекратить все это безобразие. Ни англичане, ни французы этого не сделали. Нам говорят, что они боялись Гитлера. Так у Гитлера ничего не было, кроме нашивок на его френчи и штурмовиков. Но вы понимаете, что это далеко не армия. Значит, кто-то закрыл глаза на перевооружение Германии. Вопрос. Кто? Тот, кому нужна была война. Вопрос. Кому была нужна война? Тем же самым англичанам, французам и американцам. Они должны были остановить рост Советского Союза, который был не только отдельной державой, тогда еще не сверхдержавой, но он был другой вселенной, другой цивилизацией, где по-другому относились и к деньгам, и к средствам производства. Но для того, чтобы кто-то воевал с Советским Союзом, нужна была сила, которую бы могла этот Советский Союз разбить. Польша, при всем уважении западных демократий к ней, на эту роль не годилась. Слишком маленькая. Германия была разоружена. Германия большая. Но если дать Германии вооружение, если дать ей новые территории, то она вполне сможет воевать с Советским Союзом. И давайте скажем правду. В 1941-1945 годах мы воевали не с Германией, мы воевали с объединенной Европой. Точно так же, как в 1812 году на нас напала объединенная Европа, а вовсе не наполеоновская Франция. Ситуация была куда более печальная для нас, но мы два раза победили. Так вот, Франция, Англия, США закрыли глаза на перевооружение Гитлера. Более того, дали ему деньги. А потом начали сдавать ему территории. Ведь ему же нужны люди, которых он призовет в армию, которых вооружит, которых посадят на свежесделанные танки и отправят на Советский Союз. Так вот, Чехословакия обладала очень серьезной военной промышленностью, которую она, по сути, получила в наследство от Австро-Венгрии. Плюс некоторые заводы были с территории Австрии, просто эвакуированы на территорию будущего чехословацкого государства. Достаточно вспомнить, что вся промышленность Великобритании производила вооружений меньше, чем заводы Шкода, которые находились в Чехословакии. Вот именно поэтому Гитлеру и передали территорию Чехословакии. Но перед этим Запад передал ему территорию Австрии. Здесь стоит заметить, что по итогам Первой мировой войны был подписан так называемый Трианонский договор. То есть был Версальский договор, а был еще Трианонский. Вот этот Трианонский договор гарантировал независимость Австрии, и эти гарантии давали и французы, и англичане. Как мы знаем, Гитлер включил Австрию в территорию Третьего Рейха, и ни французы, ни англичане никаких протестов не высказали. То есть Гитлеру сдавали территории, вооружения, заводы, потенциал, и вели его плавно к нашей границе. Просто посмотрите, здесь Германия, здесь Советский Союз. Они нигде не пересекаются. Как может между ними начаться война? Значит, нужно передать вот эти буферные государства, буферные территории в состав Третьего Рейха. И потом, после Чехословакии, Гитлеру передадут и Польшу. Ну, уничтожение Чехословакии было разыграно как по нотам. Была собрана так называемая Мюнхенская конференция, которая была собрана по инициативе Муссолини. И там четыре руководителя четырех государств, напомню, это Великобритания, Франция, Италия и Гитлер от Германии, приняли решение, что Чехословакия должна передать, ну, примерно процентов 40 своей территории Гитлеру. Чехословакская армия по своим размерам и своим возможностям была сопоставима тогда с немецкой. Чехословакское государство имело союзные договоры с Советским Союзом, с Францией, с Великобританией. То есть в случае нападения Гитлера на Чехословакию он неименуемо бы потерпел поражение. Вместо этого руководители западных государств даже не пригласили руководителей Чехословакии, только потом поставили их перед фактом, вы должны отдать 40% своей территории Гитлеру. Чехословакия решила не сопротивляться. Но на этом трагедия Чехословакии не закончилась. Они не знали, что такое Польша. Польша после того, как был подписан Мюнхенский договор, через день предъявила ультиматум Чехословакии с требованием передать уже в состав Польши так называемую Тешинскую область или Тешинскую Силезию. То есть поляки поступили вдвойне подло. Чехи думали, что территориальный вопрос решен, на что Польша сказала, так вы же заключили договор с Германией, а с нами вы никаких договоров не имеете. Поэтому вы должны, обязаны в течение нескольких дней эвакуировать целую область, иначе начнется польско-чешская война. Чехам ничего не оставалось, как передать кусок территории полякам. Это к вопросу о том, что Польша, будущая жертва гитлеровской Германии, якобы была демократическим государством. Ну, чтобы уж, так сказать, подвести некую логическую точку, я просто напомню, что в 1926 году Йозеф Пилсудский, основатель Польши в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, осуществил государственный переворот в Варшаве. Три дня в Варшаве шли бои. Это к вопросу о демократии, к вопросу о государственном перевороте. Вот такая вот Польша под названием санационного режима и откусила кусок Чехословакии, и готовилась вместе с Гитлером наступать на Советский Союз. Расскажите подробнее о том, как Гитлер захватывал Польшу и почему промолчали Британия и США. Общее направление западной политики того времени – столкнуть Германию и Советский Союз в войне. Для этого они приводят к власти в Германии нацистов, сдают им последовательно Австрию, Чехословакию, военный потенциал, новые технологии. Например, у первых немецких бомбардировщиков стояли английские моторы. Это, собственно говоря, не секрет. Но наступление на Советский Союз должно было осуществляться вместе с поляками. В 1934 году Польша, Йозеф Пилсудский, был первым человеком, который подписал с молодым канцлером Адольфом Гитлером договор о ненападении. Или, если его называть в стиле наших западных коллег, Пакт Пилсудский-Гитлер. Или Пакт Гитлер-Пилсудский. И как хотите, от этого ничего, собственно говоря, не меняется. Гитлер понимал, что его втягивают в войну, в которой для Германии перспективы очень печальные. В этот момент он начал свою игру. Он решил договориться с Советским Союзом, для того, чтобы избежать войны на два фронта и как-то попытаться, сначала договорившись с нами, пошантажировать этим западников, а потом, передоговорившись с западниками, уже попытаться расправиться с Советским Союзом. То есть Гитлер начал маневрировать. Эти маневры жестко пресекли товарищей из Лондона. Они немедленно отдали распоряжение своим польским подчиненным полностью отказаться от любых контактов с Третьим Рейхом. И, собственно говоря, Польша заняла крайне недружесную позицию в отношении Гитлера. Это конец марта 1939 года. Что нужно отметить? На конец марта 1939 года у Германии нет никаких планов нападения на Польшу. 1 апреля 1939 года Гитлер отдал распоряжение начать работу по формированию так называемого плана ВАЙС, согласно которому Польша потом и будет оккупирована. Тайна превращения Варшавы из союзника и соратника Гитлера по будущему нападению на Советский Союз в жертву гитлеровской агрессии лежит в переписке британских и французских дипломатов с поляками. Польша заняла недружесную позицию в отношении Гитлера. Гитлер отдал приказ разработать план удара по Польше и начал активные контакты с Советским Союзом, чтобы в момент его нападения на Польшу Советский Союз занял благожелательную позицию. Здесь очень много спекуляций на эту тему. Часто говорят, что если бы не договоренности, если бы не договор о ненападении, подписанный в Москве 23 августа 1939 года, Гитлер бы не напал на Польшу. Это ложь. Первый срок, а Гитлер менял сроки нападения на Польшу, так вот первый срок этого нападения еще до каких-либо договоренностей и подписания договора с Советским Союзом был 25 августа 1939 года. И только подписав договор с Советским Союзом, через некоторое время Гитлер перенес этот срок на первое число. Поэтому Польшу предали западные союзники. Советский Союз в отношении Польши не имел никаких гарантий. Советский Союз и Польша были государственными антагонистами. Достаточно напомнить просто один вопиющий факт. Вся оборонительная линия Польши была сосредоточена по периметру советской границы. Поэтому, когда немцы 1 сентября ударили по Польше, то есть фактически там не было никаких укреплений. Ну и кроме того, оккупировав территорию Чехословакии, Гитлер получил возможность нанести удар еще что называется фланговый, где вообще не было никаких укреплений. Кстати, до сих пор многие польские историки ставят это в вину чехословакам. Чехословак. Субтитры создавал DimaTorzok